с приветом набутов ох ребята вот это самая наверное интересная история для тех кто колеблется как я или ждет данных по вакцинам дополнительным значит вот мы с ирин заговорили что у нас сейчас порядка 15 10 15 процентов привитых полностью или частично значит и какое-то количество людей переболевших соответственно вот вы говорите если ты переболел год назад как я в первой волне то вакцинироваться надо идти срочно что это уже угасший иммунитет до ждать не стоит сроки после которых рекомендуют вакцинироваться разнятся вот мы в перерыве говорили да что денис процентка рекомендует 8 месяцев ждать я говорю эти рекомендации они такие немножко как бы в общем но просто чтобы людей было была какая-то точка отсечки но учитывая ситуацию сейчас в россии что у нас такого у вас явный такой подъем я бы на месте переболевших не ждала бы сейчас даже если вы болели там скажем пять месяцев назад или четыре а пошла бы сделала бы себе спутник потому что после болезни у вас не вам не надо вот эти три недели ждать пока вас полностью иммунитет сформируется нет после бустера конечно быстрее все происходит потому что у вас уже иммунная система сказать настороженно относится но вы защитите себя от заражения для вас вероятнее всего заражение не кончится ничем плохим все-таки вы болели хотя иммунитет когда если вы болели в первую волну кому-нибудь в марте или зимой и вот тем штаммом который был сейчас был тогда а сейчас у нас индийский штамм судя по всему в россии на виноват в этом подъеме иммунитет будет уже не очень хороший вы можете заболеть и главное можете заразить кучу народу например своих близких которые не привиты поэтому ну и зачем это нужно никто не знает как бы как поведет ваш себя ваш организм при новой встрече с вирусом мы знаем что этот вирус провоцирует нехорошие вещи да гиперреакцию иммунной системы цитокиновый шторм зачем вам это надо как бы вы привьетесь и будете точно совершенно безопасности и никого не заразите и сами отделаетесь потеря обоняния на денек да понятно да ну бывает по разному но вопрос вот какой вы сказали что сейчас вот новый индийский штамм действительно порядка 90 процентов заболевающих за последний месяц это люди с индийским штаммом в россии во всяком случае это вот тот же процент по-моему рассказал вопрос а насколько эффективен спутник который зарабатывался все-таки в прошлом году от новых штаммов первая такая маленькая ремарка по поводу того сколько в россии индийского штамма мы не знаем в россии очень мало расшифровывается геномов по сравнению с другими странами то есть поэтому мы как бы у нас есть выборка большая мы берем как бы отдельный маленький кусочек у нас например по питеру есть самые лучшие данные потому что там массово там есть там концерн ученых который массово это делает поэтому по питеру у нас хорошие данные насчет москвы у нас так мало геномов что вот про 90 процентов это ну может то есть это цифра может сильно по клинике это по клинике видимо просто в катал я понимаю но цифра реальная да может гулять но да ясно уже что это было такая картина наблюдалась например когда британец пришел британский штамм других странах когда вдруг идет резкий подъем и мы видим резкое увеличение доли этого штамма среди заболевших тут очень похожи сейчас картины находят в россии возможно правда в москве говорят некоторые аккуратно ученые что какой-то у нас свой штамм образовался но по без расшифровки мы не можем ничего это сказать поэтому пока возьмем за рабочую гипотезу что это индийский штамм будет ли работать вакцина да вакцины конечно проверяют против этих новых штаммов мы видим что они бы менее эффективны он они эти все штаммы ну кроме британца уходят из-под иммунитета частично но мы видим грубо говоря что пока антител которые дают вакцины достаточно для того чтобы не допустить полноценной картины болезни то есть это означает при большой особенно вирусной нагрузке вы заболеете может быть если вы вакцинированы но болезнь пройдет легкой форме пока еще вакцины все держатся все вакцины это вот недавно как раз было исследование не британцы как раз смотрели они так оптимистично говорят что пока типа все нормально все вакцины пока против всех новых штаммов работают хотя до эффективно снижена но тут важно понимать что даже не очень эффективная вакцина они пока еще очень эффективно что изначально они были супер высокоэффективны сейчас они снизились да просто эффективных значит но даже среднеэффективная вакцина прекрасно защитит вас от и просто от эпидемии если она будет если люди будут привиты в массе своей например да есть вакцина традиционных болезней которые уже не столь эффективны как раньше тем не менее они держат защиту потому что если мы прививаем поголовно всех или почти всех все равно цепочки заражения не формируются или их очень мало поэтому вот на этот счет не стоит опасаться что вакцина не эффективна вот если вы не будете граждане не будут массово прививаться и будут ждать мы можем прийти к ситуации когда значит какой-нибудь образуется новый штамм когда уже надо будет срочно переделывать вакцину потому что она не будет справляться пока все совсем справляется вы можете заболеть индийским штаммом если вы привиты спутником но вы отделаете сам день ком температуры ну то есть легкая форма будет у вас поэтому это не страшно для вас но это поможет преодолеть эпидемию и избежать новых ограничений локдаунов и всего вот этого и вообще вернуться к нормальной жизни у нас очень много вопросов ведь на твою любимую тему это как раз про иммунитет в s-белке это клеточный иммунитет вот прям просит поподробнее рассказать если что-то что-то как какие-то понятные точки и понятные вещи связаны с иммунитетом природным так как врачи мои знакомые тоже друг другом бесконечно спорят по поводу вакцинах эффективности того что у них вот но есть консолидированное мнение которое мне озвучивалось что дескать антитела не всегда показатель качества иммунитета они у тебя их тебя уже может и не быть условно говоря через там несколько месяцев то о чем вы говорили там 23 или 4 дольше редко живут действительно но соответственно у тебя при этом может быть очень высокий уровень какого-то вот там s-белка который свидетельствует о том что иммунный ответ все равно в организме будет формироваться и вот этот вот этот клеточный иммунитет он долго будет жить достаточно может быть год год или больше и быть эффективным просто против разных штаммов вируса и наоборот его лучше не нагружать вакцинацией некоторые говорят ох боже мой боже мой да врачи которые имеют альтернативные представления о механизме работе прививок это конечно беда россии хотя я недавно специально как раз гуглила опросы и конечно мало но тем не менее те опросы которые находила значит там типа большинство врачей такие мы за вакцинацию мы всех короче прививаем но я вижу огромное количество врачей в публичном поле которые либо против вакцинации прямо либо вот как вы сейчас вот излагаете их мнение то есть на самом деле как бы тоже зарождают головах людей сомнений на самом деле это тоже очень вредное высказывание значит давайте попробуем разобраться что значит имеется ввиду они видимо говорят да про т-клеточный иммунитет то есть не про с белок а про уровень т-клеточного иммунитета на спер момент как вы его собираетесь мерить в москве существует несколько точек за где-то довольно большие деньги можно его померить но опять это не стандартизу не стандартизованная процедура ее используют ученые в своих лабораториях для исследований для массового применения все не подходит потому что это не стандарт нет стандарта если какого-то измерение нет стандарта то ну в немGAN нем нет ему нет смысла использовать но предположим вас термометры которыми температура мерить были бы не стандартизованы вы у себя вот у вас один термометр вы могли бы значит по мечта жизни с ним понять и значит означают его показания но если у вас одна и та же температура у вас он показывает 37 у соседа 44 а у другого соседа 15 то довольно сложно их между собой соотнести. Поэтому, значит, то же самое у нас касается вот этих токлеточных тестов. Они не стандартизованы, они не подходят для массового скрининга. И еще один момент, который заставляет ученых, в общем, спокойно относиться к этому токлеточному иммунитету. У нас есть огромное количество данных исследований к коронавирусу, которые показывают одно. Уровень защиты людей, то есть вероятность их заболеть или получить там тяжелое течение, отлично коррелирует с уровнем антител. То есть, что это означает? Что чем больше антител, тем меньше вероятность. Поэтому, если токлеточный иммунитет играет какую-то роль, ну, он играет, конечно, то она незначительна по сравнению с уровнем антител. Или, по крайней мере, если у вас нет антител, то токлеточный иммунитет вас, видимо, не спасает, потому что люди без антител рискуют заразиться. Поэтому, если вас греет мысль, что у вас есть токлеточный иммунитет, он у вас, конечно, есть. Это прекрасно, он у вас есть. Вы только что срубили тоненькую веточку, На которой мы сидели с Гордеевой вдвоем Причем из большей части наших слушателей Тогда объясните мне, пожалуйста Значит, если основным В качестве маркера Твоего иммунитета против вируса Являются антитела И вы говорите о том, что через 3, 4, 5, 6 месяцев В конце концов Антитела уже, ну точно, через полгода У подавляющего большинства их не будет И, соответственно, нам надо что, опять идти, что ли, вакцинироваться? Ну ты от гриппа вакцинируешься раз в год? Нет, тут даже не раз в год Ну ладно, раз в год понятно Потому что там раз в год основная эпидемия А тут раз в полгода ходить в колодцы, что ли, надо? Нет, мы же уже говорили, что не надо измерять Уровень антител Потому что мы не знаем протективного уровня Какой уровень Грубо говоря, какое количество антител Является границей, после которой уже нет защиты Во-первых, нет не полгода, конечно Тем более после вакцинации Это совершенно точно не полгода Иммунитет после вакцинации более стойкий И более стабильный, чем иммунитет после болезни Потому что, да, при болезни Особенно при легком или бессимптомном течении Через несколько месяцев Уже вообще может не быть антител Особенно у бессимптомников Или там тех, кто там нюх потерял на один день После вакцинации мы видим, что нет Там, в общем, плато И мы пока не понимаем Ну, то есть пока не видно Чтобы по тем данным, которые у нас есть Чтобы оно, вот там вы говорите, полгода Нет, пока такого не видно После вакцинации держится иммунитет дольше Чем, ну, в смысле, антитела видимым А я слышал ровно обратное мнение Что как раз люди, которые переболели Особенно переболели сильно У них иммунитет значительно более стойкий И долгий И концентрация значительно выше антител в крови Чем после самых крутых прививок Нет, это ошибочное мнение Во-первых, да, если переболел тяжело Ну, что такое тяжело Люди иногда думают, что я там лежал неделю С высокой температурой и кашлял Это я тяжело переболел Ну, нет, мы говорим, конечно Про тяжело переболел, когда лежал в больнице Там или в больнице по ДВЛ И плюс мы видим, что у многих тяжелых больных Которые умерли Зашкаливающий уровень в сыворотке антител То есть, поэтому Надо тоже осторожнее быть Нет, на этот счет исследований много По не по спутнику, к сожалению По другим вакцинам Тем не менее, они все четко показывают Что у вакцинированных более стабильные Потому что, если ты переболел легко У тебя антитела очень быстро могут уйти И мы их уже не видим Если ты переболел тяжело Да, у тебя они дольше держатся Но, когда человек болеет Тут такой вопрос возникает А почему он болел тяжело? Связано это с тем, что у него была высокая доза вируса Или с тем, что его иммунная система Какие-то не совсем правильные антитела делает Нас интересуют только антитела Мы знаем уже, что выносят вирус Антитела к спайк-белку Причем не все, а к вполне конкретным местам Спайк-белка Они называются нейтрализующие антитела И именно их провоцирует вакцина Она специально сделана так Она убирает все лишние части вируса И она нам дает только иммунитет Вот к тем самым важным частям спайка белка Которые, антитела к которым Его моментально, значит, уничтожают Выводят из игры У людей, которые болели, антитела Ко всему спектру вирусных белков Потому что они же получили полные вирусные частицы Иммунная система, ей же нет, значит, не звонит Билл Гейтс И не говорит, значит, вот к этим и к этим Надо антитела местам вырабатывать А к этим не надо Внимание, и тут появляется Билл Гейтс Это отдельный важный момент Да, вакцине он звонит Поэтому вакцина вырабатывает правильные антитела А иммунная система, когда получает обычный вирус Она ко всему, чего она видит, чужеродного Она ко всему вырабатывает антитела Поэтому у переболевших много антител Ну, как бы, неэффективных Которые не очень хорошо работают Поэтому вопрос, тебе надо смотреть Уровень нейтрализующих антител Да, мы видим, что у тяжело болевших Их тоже обычно повыше количество Но, тем не менее, после вакцины У нас стабильный уровень Примерно такая, значит, такая стена Как бы А после болезни это такой забор такой Вверх-вниз, даже волны вверх-вниз То есть ты не можешь знать после болезни Насколько хорошо ты защищен Потому что бог его знает Как там у тебя сработала твоя иммунная система После вакцины все-таки это стандартная процедура Стандартно все получают высокую дозу Спайк белка в том или ином виде И у всех хороший иммунитет Поэтому вот это вот убеждение Что я болел тяжело, мне не нужна ревакцинация Слушайте, ну вы же болели тяжело Вы чуть там не померли Вы что, хотите еще раз рискнуть? То есть это такая удивительная Любовь русских людей Играть в русскую рулетку Зачем? Тем более, что вы уже знаете Что в вашем случае Что-то пошло не так Что что-то с вашим организмом Или с его конкретными отношениями С этим вирусом Что приводит к тяжелому течению Вам особенно нужно вакцинироваться Чтобы уж точно Еще раз не испытать судьбу Ох, так Вы запомнили новое словосочетание В вашем словаре Вирусологи Нейтрализующие антитела Можете бросить в разговоре Так, проброс А какой у вас уровень нейтрализующих антитела? У нас очень много вопросов от слушателей По поводу того Насколько совместима вакцина С аутоиммунными заболеваниями Или же несовместима совсем Потому что, видимо, сейчас какая-то Новая волна обсуждения этой темы пошла Вы так начали говорить с а Я думаю, с алкоголем А, нет, с алкоголем Уже все разобрались Да, с алкоголем разобрались Все нормально, да, с алкоголем? Помогает, да, известно, усиливает Ладно, это шутка Значит, по поводу аутоиммунных и прочих заболеваний Это удивительный перекос На постсоветском пространстве Когда я вижу И меня постоянно спрашивают И, в общем, все, наверное, сами знаете И врачи говорят, что О, у вас аутоиммунные заболевания Вам не надо, батенька, прививаться Вот на врачей ссылаются слушатели, конечно Вот, вот, вот Или они говорят А у вас онкология была Вы химиотерапию уже проходили Вам нельзя прививаться Или там А у вас диабет, слушайте, нет Вакцина противопоказана У вас нагрузка такая Это изумительно просто перекос Потому что все эти люди С аутоиммунными разными заболеваниями Разной природы Значит, после химии Во время химии, диабетики Люди с сердечными заболеваниями Все с любыми тяжелыми заболеваниями Во всей Европе и в Америке Были первыми в очереди на вакцинацию Потому что именно эти люди Практически все они являются Группой риска по тяжелому течению ковида И смерти от ковида Поэтому им в первую очередь Надо получить вакцину Потому что у них шансы Не пережить коронавирус максимальные Поэтому в Европе мы ждали Несколько месяцев Пока все вот эти люди Старички и люди вот со всеми Этими заболеваниями Получат свою вакцину И только потом, значит, шли все остальные Аутоиммунные, кстати, заболевания Большинство, ну, многие из них Типа какой-нибудь атопического дерматита Я не знаю, там, аллергии Не относятся к никакому списку Это все идут по общему списку То есть они получают вакцину Без всяких отводов Ну, просто не в первую очередь А в России наоборот Люди, как раз которых надо защитить В первую очередь Некоторые даже врачи Им не рекомендуют вакцинироваться Более того, к сожалению В инструкции к спутнику Очень высок процент противопоказаний И там многие вот эти заболевания Я сейчас объясню, откуда они взялись Это не потому, что все люди В испытаниях с этими заболеваниями Которые вкалоли спутник умерли Нет, это потому, что, к сожалению В группе добровольцев по спутнику Часто исключались люди С такими заболеваниями Из этих добровольцев То есть на них просто вакцина не проверялась Ну, типа Это, конечно, логика понятна Если молодых и здоровых проверять То результат лучше окажется Ну, я утрирую Нет, там были, конечно, люди С разными заболеваниями Но многих, к сожалению, исключили И поэтому по правилам Ты не можешь написать в препарате Что если на нем не проверялся Этот препарат на этом человеке Значит, его надо написать в список исключений В Европе проверяли И западные вакцины Естественно, включали всех этих людей И с ВИЧ Естественно, там даже была борьба ВИЧ-инфицированных Их сначала не включили, по-моему В файзеровскую группу Они прям целую компанию развели И сказали, вы чего И их сразу включили Потому что, ну, конечно У них снижен иммунитет Им особенно важно понять Насколько хорошо на них работает вакцина Хорошо работает все Без всякой разницы с другими людьми Если компенсирован ВИЧ Поэтому, значит, такой общий совет Подытоживая всю эту грустную телегу Что, наоборот, этим людям Обычно с заболеваниями В первую очередь нужно вакцинироваться Потому что они часто с риском Имеют не пережить этот самый ковид Рекомендации найдите врача Хорошего, грамотного Который следит Я понимаю, что это примерно Как Деда Мороза встретить Но, тем не менее Который следит за публикациями И вы не можете с ним Обсудить вашу индивидуальную ситуацию И он, возможно, вам скажет Несмотря на ваши какие-то заболевания Что вам нужно вакцинировать Елечка, три минуты паузы, пожалуйста Молекулярный биолог Ирина Якутенко В эфире Серебряного Дождя Друзья, не забывайте, что На нашем канале в YouTube Идет прямая видеотрансляция из студии Подожди сейчас Вот теперь говори Ир, я что могу сказать Но эти врачи Это просто какой-то кошмар И они же лечат Очень профессионально Я имею в виду Лечат, капают тебе на мозг И у всех разное мнение Это невозможно Совершенно высотить И ты оказываешься замкнут Вот в этом Зачастую противоположных Медицинских заключений Так же авторитетно Все тебя втирают Да Это проблема И это проблема глобальная Вообще Медицинского образования В России Что Оно такое Лет на 30, наверное Если не больше Отстает И часто, да Рекомендации врачей И, к сожалению Врач для обычного человека Авторитет И поэтому он поверит врачу И врачи, которые Отговаривают Но это вообще нормально Вообще-то это нормально Конечно Это да То есть тут нужно Переделывать всю систему Медицинского образования Понятно, что сейчас Это уже поздновато Немножко делать Секундочку А вы хотите сказать, что Это касается не только Медицинского Но и школьного образования Что мы еще находимся Вот на уровне Вот до сих пор Той хваленой Советской системы Которая, конечно же Была лучшей в мире Что в медицине Что вообще Какая она Этот известный миф Про то, что та система Была лучшей в мире Люди, которые В той системе воспитывались Массово заряжали воду Перед телевизором Значит Слушали Кашпировского Там Это же те же самые люди Из этой хваленой системы Ну, в общем, да Но они просто Оказались не готовы К заряжению воды Они не А вы что Не заряжали, что ли Вот так Вот так Не было портрета Алана Чумака И Кашпировского Сеанс передачи Чумака по радио Да, полчаса молчания Да, да, да Ой, кошмар Ир, хотелось бы поговорить О перспективах Сейчас вот последние Несколько минут И о перспективах Я о ревакцинации Слушатели Напоминаю Поэтому Совершенно все равно Что дешевле Понятно Вот там бы и ваши проблемы В Афинах, ребята Файзер вам или модерна Вы еще и спутником Наверняка с нашим паспортом Можете подвиться А что лучше Спутник Файзер или модерна Лучше Вакцину Которая более Качественные данные Поэтому МРНК Вакцины Я бы предпочла Если есть выбор Если нет Я сама привета Спутником Если что Поэтому А Путин Каким привелся Вы знаете Чтоб знал Интересно Откуда вот Ирина Это может знать Нам рассказать Так, друзья Я напомню Что в эфире До конца этого часа Молекулярный биолог Ирина Якутенко Мы ждем ваши вопросы Плюс 7903 7976333 И буквально Три секунды И возвращаемся в эфир Днем На серебряном дождь Дожде С приветом Набутов Иван из Пензы Грамотный врач По вашему мнению Это тот Который за вакцинацию Спрашивает Такой Абсолютно Да Именно такой Если врач Против вакцинации Это означает Что мимо него Прошел целый пласт Большой науки Что он не в курсе Данных Об уменьшении Смертей На миллионы Человек В год В первую очередь Детей После начала Компании По вакцинации Эрадикации Кори Полиумиелита Оспы И так далее На мой взгляд Да Врач Который Выступает Против вакцинации Они считают себя Думающими врачами И так далее На самом деле Это не очень По крайней мере В плане иммунологии Удивительно К сожалению Бывают хорошие врачи В других своих областях Не знаю Такой хирург Хирург Который Высококлассный хирург Который выступает Против вакцинации Вот это самая сложная история Потому что Он как бы в одном месте В своей хирургии Он супервысокий профессионал Ему поэтому доверяют У него есть авторитет И вдруг Он начинает То же самое Как совершенно неграмотные Антивакцинаторы Повторять все эти мифы Да Это самая тяжелая ситуация И тут видимо Надо признать Как любит говорить Например Екатерина Шульман Не надо выходить Эксперт Не должен выходить За рамки Своей компетенции Ирине Шульману Нужно доверять В этом смысле Сложно спорить Вопрос Много вопросов Про ревакцинацию Да Ревакцинация Значит Основной вопрос Когда Правильный ответ Мы не знаем Мы начали Широко начали Прививать людей Вакцинами Ну грубо говоря С зимы Да В России Во всех других странах Ну с конца зимы Да Значит С весны Поэтому Понятно Да Мы пока Видим Что пока все держится И в Европе Или в Америке Пока не нужно Ревакцинации Потому что мы видим Только спад Ответ Пока мы не знаем Эксперты Там по коронавирусам Какой-нибудь Там тот же Кристиан Дростен Который Один из ведущих Мировых специалистов Немецкий По коронавирусам Осторожно Они говорят Что они думают Про год-полтора-два Вот где-то в этом Промежутке Возможно Потребуется Ревакцинация Но тут надо будет Смотреть на реальную Динамику Потому что Насколько реально Будет хватать Когда будут учащаться вспышки Это вопрос Ближайших нескольких лет Это подрихтовать Этот интервал А условно Как в случае с корью Или полиомелитом Все-таки мы не можем Говорить Потому что пока не знаем Или потому что уже знаем Об иммунитете Там на десятилетие Или на всю жизнь Ну нет Мы видим Что у переболевших Он падает Пока У вакцинированных Мы пока видим плато Но Оно видимо Тоже начнет уменьшаться Нет Все-таки Это другие заболевания И респираторные вирусы Пока Никто Про пожизненный иммунитет Из таких ведущих Экспертов Не говорит Пока все предполагают Что ревакцинация будет нужна Но мы посмотрим Как она пойдет Потому что На самом деле Оптимисты предполагают Что Когда все люди Большую часть Привьются Соответственно Вирусу будет тяжело И плохо Значит он там Начнет как-то приспосабливаться И так далее И будет плохо И в конце концов Возможно За счет Вот этих Постоянных раундов Нападок на вирус При помощи вакцин Мы придем к ситуации Какая у нас есть С другими коронавирусами У нас же их четыре Да В популяции человеческой Кроме нашего SARS-CoV-2 Ну не считая SARS и MERS Которые плохие Четыре легких Простудных Что возможно Это через несколько лет Придет к этой ситуации То есть Он будет Он будет Потяжелее Наверное Как мы знаем Он может вызвать Неприятности Но если у всех людей С детства Будет иммунитет Из-за вакцинации Или Ну из-за вакцинации В первую очередь К этому SARS-CoV-2 То это будет проходить Как такая легкая простуда Как грипп Это в идеале Но для этого надо прививаться Если мы это не сделаем Это надо прививаться И рожать уже детей Будучи много раз привитым И будет у нас появляться Естественный иммунитет Сформироваться Да Ну нет Иммунитет У детей Антитела Есть от мамы Они значит Через несколько месяцев Исчезают Детей тоже надо прививать Хорошо Собственно Вот про это мы уже Сейчас уже разрешили С 12 лет прививать Мы ждем Одобрения вакцины С 6 месяцев С 6 месяцев Вопрос Про появление Абсолютно резистентного Нового Нового штамма Коронавируса Об этом стали активно говорить Которые резистентны Ко всем Существующим вакцинам Ну я Мы это уже обсуждали Нет исследования Вот совсем недавно Свежее исследование Британское Что нет вакцины Пока все вакцины Ну из исследованных Устойчивые То есть да Эффективность снижается Но она по прежнему Более чем достаточно Это говорит о горизонте В 2-3 года Когда он будет мутировать Мутировать Чтобы вирус мутировал Нужна ситуация Следующая Чтобы было много Непереболевших Неимунных Невакцинированных И много тех Кто пережил болезнь У кого иммунитет уже угас Это идеальная ситуация Для появления новых штаммов Потому что В неимунных вирус размножается Каждое размножение Это приобретение мутаций А потом Те вирусы Которые случайно Приобрели мутацию Частично делающих устойчивыми Заражают людей Переболевших И выживают те вирусы Которые Немножко уходят К каких-то антител Понятно Естественный отбор Следующие возражают Уже эти вирусы Поэтому если Мы быстро И массово Привьем Там 70-80% Людей И никакие новые штаммы Не появятся Им не в чем Не в ком Будет эволюционировать А вот ситуация Когда много непривитых Это идеальный котел Для новых Все вы меня убедили Вы меня убедились Иду Иду Наши слушатели Пишут Сомнения развеяны Ирин Спасибо огромное Спасибо большое За интересный эфир Я надеюсь Что не последний раз Мы встречаемся Друзья Молекулярный биолог Ирина Якутенко Была в эфире Серебряного дождя И напомню Что все наши программы Вы можете пересмотреть И переслушать На нашем канале в ютуб С Витей прощаемся До завтра Впереди Мужские игры С Никитой Небулицким Оставайтесь с нами Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ